Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Уголе небо давнейших аккредитований селета отбудутся смены. Меры, которые принимаются по наведению парадки на Землю, не зауседы оказываются эффективными. У Гомель з'явилися вайфай-аутобусы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Скорочение отделу банку в льготном кредитовании, удосконаливание системы жильевых будавнейших сбереженев, инвестиционного банкингу и либерализация валютной системы краины. Совет министров вызначил стратегию развития финансового рынка до 2020 года. Усяго у плане свыше 50 позиций. Про то, что изменится у галиня будавничного кредитования, сюжет Марины Джалой. Что тричится отмова директивного удаден в выпадку льготного кредитования, то в будущей сфере это отбудется вельми худко. Уже в другом погоде льготные кредиты начнут заменять на коммерцины, а за адресной держподтримкой за кошт бюджетных сродков. Судностью тем, что грамадянин сможет скрыстаться субсидией, которую затем потратить на погашение кредиту, отриманного на рыночных умовах. Новацией станет компенсация основного долгу детям-сиротам у померы 35%. Молодым семьям при народжении первого детята погасит 10%, другого – 20%. При народжении троих детей держава погасит 95%, четверых – 100%. Сегодняшний день 75% у нас в 13-м указе, будет 95%. Это, да, субсидия будет увеличена на 20% для многодетных семей по погашению основного долга. По мерковании специалистов у буддавництва жилья с держподтримкой можно будет притягнуть додатковые ресурсы, якими володуют коммерциныя банки. А по мере субсидии будут различываться таким чином, как у грамадян заставалися прикладно те же объемы платежов, что и при выкористании льготного кредиту. Будут выделяться из республиканского бюджета деньги, финансовые средства, которые после начисления районами конкретным гражданам, которые будут обращаться на получение данных субсидий, будут область полкома перечисляться на специальные счета данных граждан для оплаты вот этих вот процентов, как я сказала, части процентов другим категориям и всех процентов многодетным семьям и части льготного кредита, то есть основного долга. Там тоже будет учитываться одноразовость получения данной господдержки. Если гражданин уже получал льготный кредит, и у него не поменялся состав семьи, он не увеличил состав семьи путем рождения ребенка, то он уже использовал свою льготу на господдержку. А пошние новации, которые принесли указ, должны настроить белорусские банки на активный отдел в процессе субсидирования. Практично от любого из них чекают инициативности в этой справе. У всех в Украине сейчас около 30 банков. Из них 15 кредитуют жильевое строительство, два – с держподдержкой. Специалисты различуют, что не меньше 10-15 банков будут выдавать кредиты на строительство жилья по новых правилах. Марина Джала, Валерий Гапанько, телередо «Компанія Гумель». Протягиваем выпуск. На приконце наступного тыдня на Гумельшине завершается месячник по доброму парадкованию. Але упевненность в том, что все планы будут реализованы даже 13-го кроссовика по кульням. Меры, которые принимаются по наведению парадки, не зауседы оказываются эффективными. Олег Синцеров, цинил масштабы забрудживания территории. Автомобильные покрышки, разноставленные бутыльки, речка телевизора. По этих предметах годов просто 300. Когда они заховаются, историки будут участвовать в наш быт. Только вот такую память мы должны покинуть над Штатком. Миновитая эта свалка находится на острове Гумеля в Новобельском районе. Порушальнику природоохранного законодательства не засмутило на авт шильда с надписям об наявности камер вида на зеранне. Хочется все, свалка створена в этом году ценно при конце минулого. Некто просто привез сюда на невеликом грузовику усел, что назбирался на подворку. Уся вопрос некакий десятков метров. Картина еще больше ураживающая. Шмат тонны железобетонные конструкции и металлолом. Эту картину тут можно назирать уже некаких годов. Плюс побочь усел тыж автомобильные покрышки, дрот и иншие непотребные у господарцы речи. Еще больше складана ситуация с наведением парадков у лесных массивах. Зараз тут бодай головный метод профилактики. Фото пастки. Их не ставить в одно место. Передвигаем, ну переставляем, где есть проблемы. Где-то выбрасывают мусор около дач или около дорог. Если население выбрасывает вокруг населенного пункта, значит, даем информацию сельскому совету председателю. Председатель тоже берет трактор в совхозе и с общими усилиями убираем. Нельзя сказать, что местовые влады не займаются пытаниями наведения парадков на земли. Але не за все до этой намагадни можно назвать эффективными. У некоторых местах звалки просто разнуновали. Причем шматайкие отходы застались и на поверхне. Мечтым, на думку экологов, ликвидация мини-полигонов – одна из основных причин, чему населенство, особенно вязковое, имкнется выводить смете на природу. Не глядячи на предугледженные меры покарания, на первый раз штраф складе до 50 базовых величин, а за полторное на протягу года порушения у вогля можно быть притягнутым до криминальной отказности. Для поравнания, тариф на централизованный вывоз смете – коля 1 рубля 40 копеек у месяц. Сейчас ведется работа коммунальными службами по закрытию мини-полигонов и охвату населения вывозом отходов централизованным с помощью техники. Но многие пытаются сэкономить на заключении договоров и, соответственно, начинают куда-то вывозить или в лес, или в канаву, в поле. И поэтому такие случаи пересекаются, и довольно суровые штрафы. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». В «Гомель» появились Wi-Fi-аутобусы. Бесплатным интернетом теперь могут корыстаться пассажиры 20-ти автобусов громадского транспорта. Для початку Wi-Fi усталивали на самым протяглым городским маршруте номер 17 – микрорайон Кленковский, медгородок. Одночасово корыстаться интернетом могут до 80 пассажиров. Для этого треба пройти идентификацию на специальном портале. После авторизации на номер телефона пройдет смс с кодом, который требует увезти и упозначенный родок на портале. У ближайший час у «Гомеля» з'явится ящик или от 35 Wi-Fi-аутобусов. А брать маршруты пропоновали самим пассажирам. У нас на сайте, плюс на сайтах заказчиков наших, мы объявим онлайн-голосование по этому поводу. Хотели бы слышать мнение своих пассажиров. И, понятно, там выберем из тех маршрутов, которых голосов будет больше. «Гомель»ский проект «Дареши» стал первым у Беларуси. У планах обсталевать кропки доступа у интернету, автобусах «Жлобина», «Мазыра» и «Решице». Команда 25-й Гомельской середней школы стала переможцей третьего областного взлету от Радов юных сябров милиции. На минулых выходных за головный приз вмагались 25 команд. Як переконались наши корреспонденты, стать самым лепшим было справденья просто. На врате гэтые подлетки, кали не будь трапецю категорию тяжких, али одна из головных задач взлет у юных сябров милиции минавито протягнение уваги громадскости и сродка у массовой информации до попередживания правопорушения у сярод неполнолитних. Кали мерковать по выниках первого квартала, криминогенная ситуация у гэтой категории стабилизовалась, як и за отповедный леташний период, подлетки здействовали каля 90 злашинств. Али не знаешать, что и гэтую лишбу нельга сменшись. Сегодня в школах все большей популярностью користаются гуртки по интересам, куда запрашивают и так званых тяжких подлетков. За последние 3 года, конечно, количество объединений по интересам возросло именно юных друзей милиции. Они есть практически в 60% учреждений общего среднего образования и охватывают более 6 тысяч подростков. Туда входят ребята, как те, которые, скажем, являются отличниками, да, хорошо учатся, так и ребята, состоящие на различных видах учета. 25 команд, 200 удельников из всех районов в области и из 4 Гомеля. Завершение весенних каникул в регионе теперь уже традиционно отзнашаются проведением взлету от радов юных сябров милиции. Тут и популяризация профессийной дейности правооховников и научание основам беспешных поводинов в экстремальных ситуациях. Злет провели у два этапы. На районном оценивали командный дух, на областном ставку зарабили яше и на трывалость. Команда Рэджицы у делу взлёте приняла у другий раз. Школьники улишили леташние помылки и рыхтовалися Мэтана Кирована. Стали каким-то видом уделять больше времени, внимания, учли прошлые ошибки с прошлого года. Там, где были какие-то недочёты, постарались их исправить. Рукопашный бой, агляд строю, юные правоведы, стральба с мниматышной винтовки, оказание первой медицинской допомоги, смешанная эстафета. На протягом аль 7-1 команды споборничали за Головную узнагороду. Первые три месяца выиграли простойники Гомеля. Абсолютный переможца 25-я средняя школа. Тут даже створены правовые классы по бодрыхтуце подлетков для поступления у высшей научной установы силовых структур. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокампанія Гомель. Оркестр у студии у павильоня на Пушкина 8 пройшли вздимки незвычайного выпуска ток-шоу «Головная тема». Замес экспертов у центра студии оркестр у полном составе. Так творчая группа вырешила обыграть тему нового выпуска. Дискуссию дополнили яркие композиции, выполненные уживую духовым оркестром Гомеля, якому селета до речи исполнилось 30 годов. Як класика уживається з учасностю, ті застається інструментальна музика запотрабованы, якія новая концертная праекты чекають Гомель у ближайший час. Про гэта і не толькі пойдя розмову у ток-шоу «Головная тема» сёння у 19.20 на Беларусь. Чатыры. На гэтым выпуск завершен и у студии працавав Александр Гамоля. Добрых вам новинов, сачыці за ефіром.